Ваше впечатление первое, это зерно. От этого надо исходить. Режиссерский разбор произведения. Основа основ подчеркивают ведущие мастер-класса Алена Фокина и Вусаль Мехралиев. Творческая встреча актеров с руководителями и режиссерами Одинцовских коллективов прошла в библиотеке номер один в рамках фестиваля «Серебряный олень». С коллективами работают профессионалы. Но очень интересно, когда другие профессионалы делятся своими ноу-хау, своими находками, своими наработками за десятилетний опыт. И нам свойственно всем погружаться в свою собственную атмосферу, своего рабочего процесса, своего творческого процесса, своего коллектива, своего круга. Преподаватель Щукинского театрального института Алена Фокина – один из членов жюри фестиваля «Серебряный олень» сразу в двух номинациях – «Театральное искусство» и «Художественное чтение». Актриса кино подчеркивает – уровень конкурсантов хороший, но всегда есть куда расти. «Было много хороших коллективов и чтецкие работы были интересные. Вообще, мне кажется, очень здорово, что есть такой конкурс, фестиваль, куда можно приехать. Я вообще была, честно говоря, удивлена, что столько участников именно в номинации «Художественное чтение», потому что, мне кажется, это такой жанр немножко уже отмирающий, что называется». Напомнить то, что знали, и рассказать что-то новое – главная цель мастер-класса. В качестве примера его участники использовали сказку «Теремок» – бессмертная классика детской литературы. Впрочем, и здесь может быть уместно свое режиссерское видение. Но удачным оно будет только тогда, когда оправдано. Как у нас говорят в Щукинском училище, это не должна быть фишка ради фишки. То есть, если вы считаете, что Шекспир и, допустим, произведение Ромео и Джульетта сейчас злободневно – отлично. Если вы считаете, что они должны быть в джинсах и на роликах – прекрасно. Но только это должно быть оправдано. Организаторы подчеркивают, что «Серебряный олень» – это не только конкурс, это творческие встречи и мастер-классы, которые интересны, а главное – полезны и вокалистам, и инструменталистам. Ведь именно с их помощью они смогут еще лучше подготовиться к следующему фестивалю.